друзья всем привет сегодня я хочу рассказать вам о том минимальном наборе инструмента который вам потребуется для сборки электрощита бытового назначения опять же все в контексте нашего youtube канала мы практически не занимаемся промышленными щитами там свои нюансы и свои особенности но все что касается каких-то квартирных или домашних электрощитов это относится именно к этому разряду те кто не смотрел прошлое видео о полном наборе инструмента разборе что зачем и почему то рекомендую вам с ним ознакомиться в этом же видео из этого всего многообразия мы выберем пять шесть инструментов и так на мой взгляд чтобы сделать электрощит нам не нужен весь инструмент хотя он безусловно помогает и ускоряет и улучшает в целом все процессы по сборке электрощита тем не менее все таки есть какой-то условный минимум которого будет достаточно и хватит у каждого он свой я с этим не спорю кто-то с пеной рта будет доказывать что одной отвертки хватит и он тысячу раз так делал безусловно поэтому я свое мнение высказываю исходя из моего опыта которым мы могли кстати ознакомиться посмотрев все видео на нашем youtube канале итак начнем первый инструмент это вот этот это более универсальный инструмент который позволяет и снять изоляцию с проводника и плюс ко всему у него есть кабели рез и кто внимательно смотрел за моим youtube канал за моими видео он видел что этому инструменту уже порядка 10 лет это один из первых инструментов которые я взял сейчас безусловно практически не используется потому что как вы видите есть масса замен и они в каких-то ситуациях почти во всех будут удобнее лучше но нам нужно собрать минимум и первую очередь это видео для тех кто ищет минимальный набор инструмента под задачи поэтому по рекомендации и по выбору это номер один кабелерез сразу скажу что есть более современные уже модели этого инструмента и лучше выбирать с более качественным кабель резом здесь видно что у нее одна сторона острая другая тупая не острая есть с обеими острыми естественно и будут лучше резать тем не менее номер раз обжимник естественно нам нужно что маленькие сечения что большие сечения нам их нужно правильно подготовить для того чтобы либо вставить в клемму либо в автомат узо и так далее мы видим здесь целую группу разных обжимников и у нее есть отдельное видео на канале где я уже рассказывал об особенностях этот очень прикольный поворотный естественно в разных ситуациях вам будет удобнее так им пользоваться или так такие 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 это увы до 6 всего квадратных миллиметров поэтому я бы его не назвал универсальным тем не менее если нужно какой-то из них выбрать то скорее это что-то вот из этой группы почему но потому что они жмут все 16 квадратных миллиметров максимум а вот этот и вот этот сразу скажу что это условный одинаковые ты о им производства это клоуки и dks хотя и к вт очень похож на них но к вт не жмет 2 на 10 квадратных миллиметров а вот этот вот этот 2 на 10 жмет поэтому я выбрал бы его клоуке или его убираем их вторым экземпляром опять же если мы рассмотрим видео как минимальный набор инструмента нужно смотреть конечно немножко свои задачи и может быть часто и таких инструментов один из моих первых был как раз примерно такого вида но у меня был и 2 примерно такого вида но под большее сечение если мы хотим что-то универсальнее то что-то из такого вида кстати тоже можно ознакомиться была моделька интересная у кого-то которая меняла свое состояние и можно было менять от меньших к большим сечением но напомню что этот инструмент не супер живучий тем не менее инструмент как обживник в списке минимального набора должен быть третий инструмент это ножницы ножницы по металлу есть кабель реза есть ножницы по пластику есть специальные ножницы для всяких стяжек и так далее но ножницы по металлу это на самом деле особенно хороший ножницы по металлу это реально крутой инструмент который и бумагу и металл и пластик и ткань чего вот конкретно например эти ножницы чего только не режут поэтому им можно и гребенки и металлическую части пластиковую часть и стяжки отрезать и где-то металл порезать там бокса если это нужно все таки вот именно его я и выбираю как один из инструментов для минимального набора не пожалеете если он у вас будет в небольшом количестве инструментов конечно чем больше выбора чем больше инструмент тем лучше на сегодняшнем видео о минимальном наборе инструментов ножницы по металлу хорошие ножницы по металлу далее индикаторная отвертка ну во первых ее естественно можно рассматривать как отвертку с плоским шлицом ну опять же ее можно в некотором смысле заменять для того чтобы использовать ее с клеммами но в первую очередь это инструмент для проверки себя что нет напряжения что безопасно работать это и проверка контактных соединений подав на в напряжение например вот выбираю я в целом наверное ее как необходимый минимум также отмечу что в целом эту задачу по крайней мере по проверке напряжения а мы прозвонки в том числе можно использовать мультиметр поэтому либо мультиметр либо индикаторная отвертка для первичной сборки простого щита нужно мультиметр наверное все-таки более избыточен то что не много разных функций которые наверно 90 этих процентов не нужно в сборке а вот все-таки отвертка и как индикаторная отвертка это то что я все-таки отношу в список необходимого минимума инструмент для сборки электрощита ну и далее везде тут не супер простой выбор но тем не менее это шуруповерт шуруповерт во первых есть почти у всех действительно удобный инструмент биты я не рассматриваю как отдельный инструмент если мы берем шуруповерт то биты безусловно условно идут в комплекте но именно шуруповерт не отвертку не там другого типа отвертку не там набор какой-то подобный все-таки именно шуруповерт первую очередь потому что он был у меня сразу же во вторую очередь потому что наверное он есть у всех и в третью очередь это тоже универсальный инструмент, который вам пригодится не только в сборке счетов. Еще раз говорю, это мой субъективный рейтинг, и я вам рекомендую сделать именно так, а не иначе, потому что я бы сделал так. Кто-то со мной не согласится, и у него, естественно, на это есть и основания. Поэтому мое мнение, это именно шурповерт, в данном случае это винтоверт, неважно, пусть это будет с обычной насадкой под сверло, туда можно и вставить и биту, в моем случае это винтоверт с насадками под подбиты. Ну и последний инструмент, инструмент, шестой в данном списке, это динамометрический инструмент. На мой взгляд, это все-таки тот минимум, который нужен. Он нужен. Да, я согласен, даже в моих первых видео не было динамометрического инструмента, но я его достаточно быстро приобрел, и я очень много на своем канале рассказываю и показываю именно о том, что необходимо соблюдать момент затяжки. Было бы неправильным, если бы при всем том, что я рассказываю, что динамометрический инструмент необходим, при том, что мы его и постоянно используем, возим там на поверку, покупаем новый, потому что проседает естественно инструмент. Инструмент не вечен. Было бы неправильным, если бы я его не выделил. Поэтому динамометрический инструмент, как группа, как то, вы можете работать с разными там сечениями, винтами, усилиями и так далее, как группа устройств, которые должны выполнять эту задачу для соблюдения всех требований, именно сборки, он на мой взгляд должен быть. Поэтому динамометрический инструмент у нас является вот этой отдельной частью. Итак, динамка, шуруповерт, обжимник по металлу, ножницы и съемник изоляции, и кабель рез, и индикаторная отвертка. Вот он мой рейтинг, ну не рейтинг, он список моего инструмента, на мой взгляд, минимального набора. Еще раз повторюсь, что вы, возможно, со мной не согласитесь, и у вас он будет своим. Тем не менее, мое мнение таково. В принципе, это все. А теперь важная информация для тех, кто участвовал из прошлого видео, где я рассказывал обо всем инструменте. Маленькое, но важное пояснение. Значит, во-первых, динамометрический инструмент, он идет именно как шестой дополнительный. Если вы его не указали, то ничего страшного. Еще раз я поясняю, что просто было бы неправильным его бы не включить в список, потому что мы постоянно о нем говорим. Но в самом начале и в сборке у меня его не было, и в целом, чтобы собрать щит, собрать имеется в виду, чтобы он просто тупо функционировал. Неправильно собрать, а собрать. Динамки не нужны. А вот чтобы правильно собрать, а не нужны. Поэтому спокойно, если вы не указали, ничего страшного. Ну и также отмечу, что инструмент, точнее, оборудование для проверки электрощитов, будь то ЛАТР, ПЗО, или Митрел, все, что у нас есть, и все, чем мы проверяем электрощиты, все-таки к сборке не относится. Это относится к проверке. Да, мы проверяем каждый свой щит. Мы хотим, чтобы наши щиты были лучше, чем другие. Чтобы каждый наш заказчик был уверен, что все проверено. Но, тем не менее, конкретно к сборке отношения это не имеет. Это отдельная вещь, как проверка, и поэтому, естественно, его в минимальный набор включать нельзя. А так, в принципе, все. Берегите себя, своих близких и свою жизнь. Всем до связи. Пока.